Кризисное положение в стране нередко сравнивают с глубокой ямой. Чтобы построить развитое демократическое общество, нужно из нее выбраться. Для одесситов путь к демократии в буквальном смысле лежит через ямы. Проезд между улицами Красного и Шклерука такой, что доброго слова о нем не скажешь. Водители и пешеходы осторожно пробираются через многочисленные ямы. Хуже всех приходится мамам и бабушкам с детскими колясками. Или тем, кто водит своих малышей в детский садик номер 147. Как раз напротив него самый разбитый участок дороги. Одеваться родителям некуда. В таком виде проезд уже не первый год. Департамент городского хозяйства и депутаты, как видно, совершенно бесполезные люди. Поскорее бы это сделали, потому что с коляской ездить вообще. В основном, когда дождь идет, очень трудно. Это полный бардак. Надо делать что-то. Я здесь не живу, прохожу мимо, но не делали. Не помню я, что бы здесь делали. Неудобно ходить, одни дырки. С колясками, с ребенком плохо. Лужи все время, когда дождь идет. Таких дорог и дворов в Одессе не пересчитаешь. Жалуются горожане бесконечно и в местные ЖКСы и прямо в мэрию. Иногда что-то где-то коммунальщики подлатают. Чаще всего перед выборами. Вот и теперь жалоба местного жителя на сайт горсовета приурочена к ним. 31 марта, выбирая президента, может успеете засыпать ямой строительным мусором перед детским садом номер 147. Избирательный участок 511-083. Иначе избирателей ноги поломают. Спасибо. Да, действительно, в детском суду расположен избирательный участок. И чтобы выбрать достойного главу державы, избирателям придется пройти через ямы. Хочешь демократии, преодолевай трудности. Александр Рабиноградов, Андрей Терещенко, телекомпания «Окрух».